По отдельным показателям работы можно отметить скромную позитивную динамику. Однако результаты всестороннего анализа ситуации в сельскохозяйственной отрасли нашего северного региона показывают наличие серьезных проблем. Должен сразу отметить, что не надо самоуспокаиваться ни там, в центре, ни на местах руководителям других областей. У нас примерно такая же серьезная ситуация во всех восточных областях. И в Могилевской, и в Гомельской им тоже придется предпринимать чрезвычайные меры. Но там после замены руководителей областей шевелиться вроде бы начали. Но этого мало. Нужно предпринимать технологическое и организационное меры, чтобы справиться с проблемами, которые там существуют. Что касается вас, за последние пять лет объем производства продукции села уменьшился почти на 2%. У вас полная стагнация. Пять лет вы катитесь в обратную сторону. Стала устойчивой тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота, а среднесурочные привесы ниже, чем в любом из регионов страны. Область единственная, где средний удой на голову коров составляет менее 4 тысяч килограмм. Низкая инвестиционная активность, падение экспортного потенциала и к результату ухудшения финансового состояния предприятия. Для убыточных организаций доля их растет. Удельный вес максимальный среди всех областей в республике. Абсолютно недопустимо то, что от такой работы, если это вообще можно назвать работой, страдают сами люди. От нашей неорганизованности, нераспорядительности, ну надо честно сказать и от безалаберности самих людей. Но безалаберность наших подчиненных и людей начинается всегда с нас. Сокращение занятых в отрасли и их низкая зарплата уже никого не удивляет. Как информирует Белстат, 37% работников села получают зарплату ниже 500 рублей, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату. Притом у меня складывается после изучения ситуации на местах мнение, что 500 рублей, когда мы говорим зарплата, кто-то ее там не выплачивает, а остальные выплачивают, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата. А вы даете вы ее по частям по 100, по 150 рублей, по 200 и так далее. И считается, что у вас средняя зарплата 500 рублей. Кого вы обманываете? Тем временем руководство области непростительно долго, уже более двух лет, разрабатывают некие предложения, а как исправить существующее положение дел, сложившуюся ситуацию. Я ознакомился с проектом указа, который вы якобы коллективно выработали и хотите, чтобы я его поддержал. Основные положения предусматривают с точки зрения специалистов радикальную перестройку всей системы управления агрокомплексом области, а предлагаемый супер крупный холдинг займет две трети ее территории. Если я правильно понимаю, сегодня область поделена уже на холдинги. Так, Леонид Васильевич, Владимир Андреевич? Не все, не все, но четыре холдинга есть. Есть. Сейчас вы... Интеграционные четыре структуры, которые работают. Интеграционные четыре структуры в виде холдинга. Да. На четырех не получили положительное. Ну так как понимать вас тогда? В названии чего мы основываемся и что ждать от этого холдинга? Мне же подписывать этот указ и нести за него ответственность, потому что это огромные расходы. При этом область рассчитывает на колоссальную сумму государственной поддержки. Поэтому для принятия окончательных решений нам предстоит подробно и конкретно сегодня обсудить все существующие вопросы. Притом предупреждаю всех присутствующих. Если кто-то собрались и хотят отсидеться, не получится. Список у меня на столе приглашенных. И каждый будет нести персональную ответственность за принятое решение. Вы собрались сюда не для того, чтобы отмолчаться. Вы знаете, вот скажу, а завтра меня выгонят. Никто никого не выгонит, если вы будете нормально работать. А если кто-то посмеет это сделать, то он сам будет изгнан из этой области. По каким причинам сельхозотрасль области оказалась в таком состоянии? Выявлены ли, главное, устранили ли все первопричины, которые привели к этой ситуации? Какова производственно-технологическая стратегия развития холдинга? Насколько досконально она выверена? Если не будет от земли, от дачи, от ферм, от машинных дворов, зернотоков и прочее, что составляет производственную структуру хозяйств на местах, если там не будет организации от дачи, никакие холдинги не спасут. И это свидетельствует ваш опыт вот этих четырех холдингов. Просчитаны ли финансовые потоки в предлагаемом холдинге? Позволяют ли они нормально функционировать, вести воспроизводство, притом расширенное воспроизводство сельскохозяйственное? Как будет выстроена система управления? Разграничены полномочия и сферы ответственности? Позволяют ли предлагаемые меры окончательно решить проблемы в Витебской области? Или это просто замаскированная в очередной раз государственная поддержка, чтобы закрыть глаза на нарушение технологической дисциплины и бесхозяйственности? А вот если это мы не сделаем, не искореним эту бесхозяйственность на решение технологической дисциплины, никакие интеграционные структуры вам не помогут.